Львов красивейший город Украины и один из красивейших в Европе. Многие годы остается один на один со своими проблемами. Все им что-то обещают и ничего не делают. О сегодняшних проблемах Львова и кому их решать подробнее Андрей Кровец. Львовянин Денис был ранен при минометном обстреле под Артемовском в середине июля. Уже после военном госпитале городские власти в присутствии телекамер пообещали раненым бойцам выделить предусмотренные указом президента участки земли. Но раз так, говорит, то с соседями по палате написали заявление в мэрию. И вот результат. Записаться на прием до кого не можливо. Если можно, то пояснили нам, разъяснили, никаких не дают. А если пояснили, то говорят, у нас нет земли. Что другое, небажание даже идти на какие-то там спілкувания. Мы спросили у офицеров 80-й аэромобильной бригады, их постоянное место дислокации Львов. Есть ли какая-то помощь от львовского мэра? Бригада снаряжает уже третий батальон в зону АТО. Рады принять все, от специальных планшетов до лопат. И вот какая помощь садового. Из этого общежития на улице Белоцерковской на фронт ушли трое бойцов. Только после помощи городских депутатов, неподконтрольных Андрею Садовому, парням удалось получить в паспорта печать от регистрации. Жители общежития уже годами не могут добиться передачи здания в коммунальную собственность. Это позволило бы им приватизировать свои квартиры и регистрировать своих детей. Почти 10 лет назад все общежитие голосовало за садового. Тот все обещал сделать. В результате жилье передали соседнему заводу. Юридически оформили как дополнительное производственное помещение, то есть склад. Жителям этого общежития на улице Карбышева удалось приватизировать свои комнатки. Но взамен мэрия забрала почти весь первый этаж под политический проект городского головы. Обещание провести газ в здание так и оказалось невыполненным. Жители подозревают, что коммуналку они платят и за себя, и за тех парней с первого этажа. Политики упорно не показывают жителям какие-либо платежки. Вот такая самопомощь. Людина, которая обещала все на свете, идет в Верховную Раду. Что он сделал для людей? Он нас обекрал. Он нам ничего не дал. Андрей Кровец, Константин Григорьев. Подробности. Телеканал Интер. Львов.